Мы пришли сюда, чтобы воздействовать волю Божию, что люди творят грех и за все придется отвечать. И прощение грехов дарует Христос, который умер за грехи людей и воскрес. Вот если желаете побеседовать на духовную тему о душе, о вечности, о будущем страны и земли, можете задавать вопросы. Смотрите, батюшка, у меня такой вопрос, почему у меня всегда крест срывается? Что здесь делается? Срывается. Как ты плохо понимаешь, срывается или еще? Он говорит, почему у меня срывается крест? Срывается крест, значит, не крепкая у тебя там ниточка, на цепочке, а у меня не отрывается. Я не на цепи носил. Да капроновую нитку кордовую сделай, и все, голова оторвет, но не оторвется. У меня были такие нюансы, что получается я... Не знаю я, может что-то и знают. Но дело в том, что крестик этот не спасает, он только напоминает нам. О том, что мы должны нести сами свой крест. Да, страдания, все, что Господь допускает. Мне всегда волновал один вопрос, почему он с меня всегда спадает. Ну, у меня ни разу не спал, я не могу это сказать, я знаю только одно, что надо крепкую ниточку делать. У меня на ниточке, а цепочки, она же там соединительная, они отпадают. Еще в этом нету, может быть, а может быть и есть. Мне полное накование делали, полностью. Может быть так. Это не то. Главное одно, как мы за Господом идем, не срываемся ли мы в пропасть греха? Слышим мы... А, ну, у меня еще такой вопрос. А вы знаете, есть в Библии главу 25 стих 17. Какой? Какой? Где? В каком Евангелии или что? Назовите книгу. Нет. Глава это сначала, говорится, книга, название ее. Допустим, Евангелие от Матфея 25 глава. Еще. Иезеки, глава 25 стих 17. Ну, еще там написано, давай-ка. И сказал Господь всеверующий, я пришел читать на стих 4. Ну, давайте я сейчас открою 25 стих 17. Не отходите никуда только. Сейчас, прям минутку-то я выставлю. Иезеки, 25 стих 17. Открываем. Минутку. Так, 25 стих 17. И совершу над ними великое мщение. Наказаниями яростными. И узнают, что я Господь, когда совершу над ними мое мщение. Да. Ну, и что тут непонятно? Почему за это считают, у меня это, на машине написано. Почему это считают, что это националистическая тема? В том, что я верую в одного Бога, а остальные в другого? И зачем, я когда начинал за вот это все узнавать, все читать. Так, по сути, откуда вообще эта к нам вера пришла? Это же не наша православная вера. Православная, это же не наша. Мы древнодородцы. У нас свои боги есть. Ну, это вы понятно. Вы клоните к язычеству. Конечно. У нас были свои боги. Ну, какие там боги-то все. По названию, говорит, 500 божеств в Римском пантеоне, а в действительности ни одного. Вы же не будете молиться. Я вот разговаривал с этими новоязычниками. А молишься? А нет. Так язычники жертву приносили. Умирал. Если владыка какого-то подряд всех жен кололи, лошадей, все это в курганах-то найдено. Кому верить-то? Если тебе нравится солнце, природа, тут понятно. Но насколько выше тот, то сотворил. Премудрость Соломона говорит. И верить в язычество, в это надо быть каким-то полузверем. Ничего не осталось нигде. Нету, все выдумка. Вот смотрите, Иисус, получается, в Библии у нас прописан. Откуда он появился, все такое, да. А откуда он взялся, возьмел тот же самый Алах? А у них же больше написано. Так вы Библию читали? Прочитали Библию всю? Библию не прослушал. Ну понятно, понимаете. Вот если я сейчас приду в первый класс к ученикам, он только первый день пришел, ни одной буквы не знает. И он говорит, а я вот читал про ядерную реакцию, там протоны, нейтрины, что могу объяснить, когда он ни одного слова не знает? Вот в таком положении люди. Библия на все это отвечает. Откуда еще его? Вначале Бог сотворил небо и землю. А дальше говорит о Христе. Евангелие от Иоанна 1, глава 1 из всех. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Слово «логос» по-гречески. И дальше все говорится. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного Иисуса Христа, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не пришел Сын Божий, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него». У меня такой вопрос. Смотрите, а если, допустим, ну вот так, захочу вообще все бросить и уйти в монастырь, что мне надо будет сделать? Ну, допустим, вы все это не будете верить. И что будет, да? Нет, если мне все бросить и уйти в монастырь, что... Да глупости какие-то. Монастырь зачем? Когда Господь говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Евангелие от Марка, 16 глава. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. С сатаной в огне вечно мучиться. Об этом говорится Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Они верующие не увидят в жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Смотрите, получается, вот у меня здесь прямо под окном, вот там вот церковь, буквально 200 метров. Получается, за 3 года я ни разу не слышу, чтобы мне колокола били. Ну и что из этого? Ну я, до этого я жил у Паши. Да колокола Господь не устанавливал. Надо вас как звать? Кирилл. Как? Кирилл. Игорь? Кирилл. Кирилл? Ну это слово, Кирилл это персидское слово, означает солнце. Ну будь как солнце, а не будь ямой во тьме кромешной. Отвечай своему имени. Сразу сгинул. Сгинул. Необычно. Мы проповедуем по слову Божию. Главной книге мира. Отвечаем на все вопросы людей. Ты бы день и ночь слушал, что люди сегодня делают, они не знают для чего живут. Здесь один разбрат с Содом и Гоморра. А мы пришли здесь, трудимся, людям рассказываем, чтобы вы вылезли из этой клоаки. Здесь вы не найдете ничего. Женщины голые, мужчины занимаются анонизмом. Безобразие, хуже всякой скотины. Ни одна тварь земная этого не делает. Женщины трясут сиськами открытые. Надо верить в Бога, в Бога верить. И помнить, что будет за смертью суд Божий. Вы где живете? Да это еще, значит, вы один вопрос скажите, с чем мы можем быть полезны. Я только отвечу вам, а вы не знаете ни город. Мы строим православную деревню, в которой нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Вы не приедете никуда. И вам это время тратит только. С чем мы можем быть полезны? Если вы не знаете ничего, я и спрашивать не буду. Вы меня спрашивайте, я вам отвечать буду на любой ваш вопрос. Повторите. Про Бога расскажите. Вот я вам показал книгу, которая называется «Святая Библия». И она начинается о том, что вначале сотворил Бог небо и землю. Вечный Создатель, в которого во Христа веруют 2 миллиарда 200 миллионов. И есть еще 2 миллиарда людей, которые верят вот в эту книгу. 2 миллиарда. И неверующих на земле примерно 8%. Там язычники, все это такая мерзость. Поэтому люди знают, для чего они живут. Они не боятся ни смерти, ни старости. Они живут для Бога, всегда счастливые и радостные. А как можно не бояться смерти? За смертью существует другое. Это жизнь, только подготовка к вечности. Это же не доказано. Когда человек умирает, 40 дней душа идет по мытарствам. Господь сказал так, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Иоанна, 3 глава 36 стихи говорит, верующим в Сына Божий имеет жизнь вечную. Не верующим в Сына, не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. То есть он будет в аду с сатаной гореть в огне бесконечно. За этим так многое стоит, и люди ничего не хотят видеть и знать, обольщенное дьяволом. Бог – это любовь. Он сотворил мир, человека. Небо и звезды, и землю дал человеку, чтобы люди славили Бога, как ангелы. Без Бога-то жизни нету. За время перестройки в Российской Федерации, в Россию убито в абортах 120 миллионов человек. Только сейчас прослушал этот доказательство. И как будто не видит. К 50-му году вообще Россия исчезнет, если не изменится отношение к Богу. Россия воевала в Афганистане 9 лет, и погибло 14 тысяч 700 человек за 9 лет. Их стреляли, били. А абортов каждый день 20 тысяч. Каждый день. Аборт – это плохо, да? Человеческую жизнь прерывает. Разве это хорошо? 6 миллионов женщин, которые делали аборты, уже никогда не родят. Каждый год умирает от абортов и женщины. И власти смотрят на это, разрешают планирование семьи. У нас в России только есть один человек, который запретил эти аборты делать. Глава администрации. Кто это? Кто? Ну, кто? На государственном уровне запретил делать аборты. Рассматривается как убийство. Что это за правитель такой? Где он? Почему ему не подражают? А он – герой Российской Федерации. Герой России. Кто это такой? – Не, вы не знаете. – Знаете. Рамзан Ахматович Кадыров. – А-а-а. – Это герой настоящий по душе. – Не, что бы надо делать. – А когда вы говорите из меня, в какой-то виблии на конце? – У меня от него даже благодарность есть. Потому что я… – А-а-а. – Ничего себе. – Развозил книги, по 38 томов моих книг во всей библиотеке. И он их поблагодарил. Недавно он открыл православный храм. Это человек большого ума и сердца. А он мусульманин. Он не православный. Ему не хватает только уверовать во Христа. Он настоящий храм. Что говорите? Что-то ничего не слышно. Весь сядьте прямо, чтобы я мог слышать. Даже по движению губ определить. – Вы не пишете. – Еще не поймал. – Вы книги пишете, да? – А, вот если вы зайдете в скайп, Игнатий Лапкин, мы сразу с вами встретимся. Там удобно очень. Скайп. У нас большой ютубе канал. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». – Я вас нашел. Вам 80 лет, да? – Да. – «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. У меня 18 680 роликов. И общий просмотр 44 миллиона. – Ничего себе. – А вот вы получаете от этого деньги? – Что? – Деньги от этого получаете? – Не получаю. Я нигде не получаю ничего. Никогда. Я начальник детского лагеря. Лагеря образовал сам. Господь помог. И я 48 лет вожусь с детьми. Тысячи детей подняли. И ни рубля от государства не дало. Только гнобили нас. Преследовали. 48 лет. 50 лет. Это же ни день, ни два. Сотрудничество. – А вы как-то занимаетесь верой? – Это благотворительность можно назвать. Или как? Я верующий. Я делаю для Бога. Вера без дел мертва. И я не считаю, что что-то великое делают. Просто живу, радуюсь, благодарю. В 13 школах одновременно занятия вел. В 5 университетах. Три радиопрограммы каждую неделю. И всё это для Бога. Вот вы если зайдёте, ещё есть скайп. Не скайп, а сайт. Сайт. Точно так же называется. Во свете Библии. Там вы найдёте то, чего нигде нет. У меня 50 книг моим голосом насчитано аудио. Вы можете в интернете зарядить. Игнатий Лапкин. Там Библия, Архипелаг, ГУЛАГ. На 44 тысячи подписчиков. 40, да. 43 тысячи 300, кажется. Когда человек живёт для Бога, у него всё по-другому идёт. Как дела? С Богом всегда вверх. А без Бога всегда вниз. Вы, если бы увидели, зашли на наш YouTube-канал, посмотрите, как у нас женщины одеты. Как в хиджабе. Мужчины все с бородами. Все работают. Для Бога человек живёт, он счастливый. Он каждый день молится. У мусульман, у них пятикратный в день. А у нас семь раз. После каждой молитвы ещё 100 поклонов. И тогда совершенно по-другому человек смотрит на мир. Он для Бога живёт. Бог возвышает его. Даёт здоровье. Я ещё ни одной таблетки не съел. А за слово Божие прошёл пять тюрьм и лагерь. Меня 26 лет власть гнобила. И остался живой. Для Бога. Если вопросы есть, можете задать. Да нет, спасибо вам за такую информацию интересную. Да, ну вот в Skype такая есть система. Вы, Игнатий Лапкин, только зарядите, зайдёте. Где-то запишите. Да, я записал. Да, и там скажете. Вот мы были тут разговаривали. Ну, сейчас рулетки. Я могу тогда побеседовать, что на все ресурсы скинуть. А тут расходишься, ещё не дашь. Это так уж. Ну, всего хорошего вам. С Богом. Всего доброго. Храни вас, Господь. Как вас звать-то? Мои. Давай.